Дальше. Сохранить в диск Google. Проходим на любой сайт. Пускай это будет теперь Хаббер. И вот какая-то интересная статья. Печатать гибкий сенсорный дисплей на обычном принтере. Вау, это обязательно прочитаю. И я хочу его отправить себе на планшет на андроиде. Именно в PDF формате. Хотя лучше бы это была какая-то картиночка. И давайте вот мы именно откроем картинку в новой вкладочке. И смотрите, формат PNG. Это можно делать и с документами, и с любыми другими расширениями. Просто если это будет сайт, вы сохраните его в PDF формате. Я хочу сохранить это в свою учетную запись Google диска. Проходит пару секунд, она сохранилась. Я могу ее переименовать. Назову я ее пример. Жму применить. И в принципе она теперь находится в моем диске. Чтобы посмотреть, что находится в моем диске, вы можете пройти в онлайн версию моего диска. А можете использовать версию, которая как и Dropbox устанавливается у вас в компьютере. Я сейчас покажу. Вот такая вот будет иконочка Dropbox. Ну я на всякий случай тоже ссылочку приложу. Сейчас. Вот такая вот иконочка Dropbox. Вот такой же есть Google Drive. Им я пользуюсь. Именно вы видите. Институт. Очень тут много чего. Это периодически, конечно, они обновляются. Но все дело в том, что все, что как бы скидываю на Android планшеты, я еще раз говорю, это была работа до появления планшета на Windows 8. Студия иногда, когда я печатал блоги. Вот. И это удобно. И в принципе, ну вот сейчас у меня слева ноутбук. Вы знаете, да, мое рабочее место. У меня два компьютера стоят рядом. И они объединены в один. Вот на левом компьютере имеется Google Drive. И там уже скачался этот файл непосредственно на жесткий диск моего ноутбука. Но давайте мы его все равно удалим, потому что он мне не нужен. Это я показал. Любой документ, Excel, ксерокубия, паспорта. Все можно мгновенно скинуть себе на компьютер. Особенно это удобно с документами. Проходим в корзину. И так. Магистровская диссертация. 4 октября. Я вообще не помню, что это за документ. Но эту девушку помню. Нефтегазовый форум пока оставлю. Что-нибудь разберусь попозже. На самом деле, видите, андроид-планшет на время забросил и забыл, что у меня есть. Следующее расширение. Слушай, ты чего так барагозишь, а? Следующее расширение называется «Что где?». Надо для того, чтобы воспользоваться, быть на какой-то страничке. Потому что стартовый экран он немножечко блокирует. Итак, допустим, где? Нефтегазовый. Нет ничего подобного. Город Тюмень. То есть, это, скажем так, расширение. Оно находится в стадии бета. Google почему-то его выпилила из магазина. Но так как я работаю под девелоперской версией браузера, я могу себе позволить ставить приложение, которое Google запретила. То есть, в обход политики безопасности. И вот это приложение почему-то было выпилено из магазина Хрома. Мне непонятно почему. Но оно использует API к DoubleGIS. То есть, в принципе, прогоняется вся информация через сервер DoubleGIS. И что мне нужно? Я бы хотел узнать, где находится торговый центр Google. Но он у нас просто самый популярный. Можно так сказать. И давайте поищем. Ну, пожалуйста. То есть, в обычном окошке браузера в любой момент, то есть, мне не нужно брать телефон. Мне не нужно запускать. Вот у меня есть на ноутбуке DoubleGIS оффлайновый клиент. То есть, полноценная версия под Windows. Мне не нужно их запускать. Я могу все это сделать просто в окошечке браузера. Согласитесь, это здорово и удобно. Тут же могу позвонить. То есть, номер телефона. Тут же адрес. Я знаю, куда ехать. И можно посмотреть информацию на сайте DoubleGIS. Мы видим специальный линк DoubleGIS. То есть, чтобы у них набирался трафик именно по их просмотрам. Через их ресурс. На самом деле, DoubleGIS за счет этого очень хорошо повышает свою репутацию. Потому что всегда, когда я смотрю информацию с мобильного телефона и потом перехожу на сайт магазина, на сайт какого-нибудь автосервиса, то видно, что через этот линк точка DoubleGIS слэш и непосредственно сайт, да, DoubleGIS может потом показывать своим пользователям, которые вот именно арендуют у них рекламу, размещают информацию, что вот смотрите, сколько было посещений через наши приложения. Следующая программа Desktop Notifications for Android. Очень жалко, что я не могу сейчас показать, как она работает, потому что телефон на Android выключен и заряжается. Но что я вам хочу сказать. То есть, все уведомления, которые приходят мне, звонок, SMS, если, допустим, приложение Pocket загрузило статью, допустим, кто-то написал мне в Twitter и упомянул меня. То есть, вся информация, которая отображается в панели уведомлений на смартфоне, она будет дублироваться здесь. И здесь вообще у Google, ну, у Chrome есть такой, скажем так, колокольчик, который появляется в те моменты, когда у вас есть уведомления. Так вот, в этом же колокольчике будет вот так вот постепенно-постепенно карточками накапливаться вверх и вверх уведомления с вашего смартфона либо планшеты. И вы просто их можете закрывать, вы можете их на время полностью отключить, но так как сейчас у меня смартфон выключен, просто уведомления не будут выскакивать. Но мы видим, честно, это приложение Desktop Notifications for Android, я расскажу о них позже. Далее, закладки iCloud. В принципе, да, тут он не работает, тоже хочу пояснить. Я пользуюсь на рабочем столе браузером Google Chrome. Когда я пользуюсь, в принципе, смартфоном или планшетом, иногда на некоторые сайты я захожу с Safari, да, ну, потому что автоматически, чтобы вы не просматривали, да, в Apple с этим пока еще по-прежнему беда, автоматически все открывается через дефолтные программы и через дефолтный браузер. Соответственно, меня это раздражает, и я редко могу заставить себя скопировать ссылочку, чтобы позже ее вбить в iPad под браузер Chrome. Поэтому я просто поставил программу закладки, она официальная программка от Apple, она синхронизируется с моим ноутбуком, и все закладки, которые я добавляю в Chrome, они автоматически переносятся в Safari. То есть, как будто бы я пользуюсь одними и теми же своими ссылочками, страничками, закладочками, только вот на рабочем, ну, на винде я пользуюсь Chrome, а на iPad, iPhone, из-за того, что Apple вот так вот схитрила, мне приходится пользоваться Safari, но уже со всеми моими вкладочками. Это очень удобно. Дальше. Расширение Freeboard. Оно, наверное, пригодится блогерам, мало кто знает, но у нас есть замечательный, просто суперский канал на Freeboard, да, журнал, который очень и очень давно не ведется. Я объясню позже почему, но вы все равно подписывайтесь. В общем и целом, когда я набираю какую-то статью в Google Клюсе, либо работаю со своим видео на YouTube, я позже дублирую запись на Freeboard. То есть, можно просто сендить свои записи, ну, допустим, пройдем на мой канал, на какой-нибудь конкретный видеоролик, да, допустим, как включить отображение ПК-файлов. Вот мы сейчас на него зайдем и, да, кстати, свои ролики он автоматически запускает. Есть такое дело, я про Magic YouTube. Так вот, я хочу флипнуть это видео, спасибо, я хочу флипнуть это видео себе в журнал. Я просто кликаю и открывается, как бы, залогиньтесь на флипборд, это уже все есть, это политика безопасности. Мне предлагается на какой журнал скинуть, у нас пока один журнал, кстати, уже около 5,5 тысяч подписчиков, так что не отставайте и вы тоже подписывайтесь. Могу что-то написать и также продублировать это в Twitter, Facebook, то есть, чтобы у всех был куш и все потом могли зайти в приложение Freeboard и посмотреть, что же я добавил нового. То есть, пригодится, возможно, блогерам, но, на мой взгляд, просто удобный интерфейс, чем все это делать через телефон. Далее, такая вот интересная программка Shared, очень нравится, то есть, допустим, да, давайте все-таки пройдем на что-нибудь поинтереснее. Хаббар, допустим, я читаю статью и вот я хочу ее твитнуть, да, вот я считаю, что она очень интересная, я хочу твитнуть, чтобы ребята, кто читает меня в Twitter, узнали об этом. Жму Twitter и, в принципе, делюсь в Twitter, пожалуйста, ссылочка, можно что-то изменить, мы видим, уже просто я залогинен и все, я поделился в Twitter. Если я хочу поделиться в Google Plus с подписчиками канала, там у нас тоже около 600 человек, я просто жму Google Plus и, пожалуйста, так, ну тут просто мой личный профиль, я извиняюсь, да, я просто редко сцендую это именно через это приложение, и тут открывается мой личный профиль. И могу отправить по электронной почте, тоже очень удобно, допустим, эта ссылочка будет отправлена по электронной почте, я могу отправить его в GetPocket, но это на тот случай, если вот по каким-то причинам не могу сохранить в Pocket через расширение. Могу отправить его к кому угодно из своей адресной книги, тоже очень и очень здорово. Да, удаляем, покинуть страницу. Вот, далее, сделать снэпшот странички, то есть обычный скриншот, причем можно выбрать только ту зону, которую я сейчас вижу, можно специальным селектором определить, ну, зону скриншота, и можно скриншотить абсолютно всю страничку. Ну, тогда у него будет большое расширение, но давайте выберем зону для снимка. Вот, мне, допустим, нравятся вот эти часики. Ну, это условно, но я просто хочу показать функционал, да, и, естественно, все программы, которые показывают расширение, они бесплатные, потому что это браузер Google Chrome. И все, в принципе, take screenshot. Все, мы отправляемся на страничку расширения, можно им поделиться, можно скопировать его к буферу обмена, можно сохранить, в принципе, мы жмем save, после чего открывается вот сохраненный скриншот, мы его переносим на рабочий стол, либо в другую папочку. Он у нас в формате download, либо сохранить правую клавишу мыши, сохранить картинку как, и вы выбираете, куда сохранить. И, в принципе, вот мы плавно перешли к следующему расширению, я вам сейчас его тоже покажу. На самом деле, до недавних пор я пользовался вот такой вот программой Download Master. На этот компьютер я его поставил, ну, скорее, просто в силу солидарности, потому что очень, ну, еще тогда, когда я жил в другом городе, где интернет был всего 2 мегабита в секунду, очень плохая скорость, естественно, хотелось качать много, а не получалось, приходилось все забивать вот в эту программу, то есть я его поставил из солидарности. Сейчас 100 мегабит, но это вряд ли у кого-то будет подобная проблема. Но, смотрите, это специально Download Master, Download Manager, который имеется у вас в браузере Google Chrome. Причем комбинация Ctrl-J, которая автоматически открывает вкладку загрузки, она открывает вот такое вот приложение. Это очень удобно. И давайте посмотрим, что я качал. Ну, вот, и, в принципе, мы это все рассортируем по дате добавления. Итак, то есть это полноценный менеджер. Извиняюсь, еще раз надо нажать. Торренты, да. Вот теперь от старого к новому. Вот два торрент-файла, которые я качал. Я могу посмотреть, где они находятся, но вот они здесь находятся. То есть автоматически меня отправляет в проводник. Откуда я их качал? В принципе, ремарка. То есть можно каждому файлу делать, скажем так, пояснение, когда вы добавляете новую загрузку. Ну, выглядит это так. Допустим, ремарка. Это я могу для себя просто указать, что я качаю, допустим, файлы под Android. Ну, а пока файлы, либо и Pay файлы для Apple, чтобы что-то установить на телефон, планшет. Либо это даже к саб-файлу под Lumi. То есть, ну, такого плана можно добавлять себе плюшечки. Можно начать загрузку, можно добавить ее на паузе, можно добавить ее в отложенные сделать потом. То есть, собственно, ссылочка. Naming Mask. Можно автоматически придумывать названия для файлов. Причем они образуются, мы видим, name и расширение. Либо текст, который находится по URL, по электронному адресу и далее расширение. То есть, ну, на самом деле, очень много нюансов. Да, я не буду их все пояснять. Самое главное, что мы видим здесь прогресс бар, как оно качается. Размер файла, скорость, оставшееся время. И мы видим статус. Здесь также есть корзинка. То есть, все, что я удалил, я могу потом опять заново перекачать. Мы видим, есть возможность перекачать, восстановить. Можно все это очистить, всю папочку. Можно удалить файл не только с корзины, а именно удалить его полностью. То есть, удалить файлы жесткого диска. Это очень здорово. Вот они закончены. Если бы их было побольше, они бы здесь рассортировались по категориям документы, имидж, фотографии, видео. Но так как это все-таки exe-файлы и торрент-файлы, они не по одну категорию не попадают. Поэтому они в разделе other. Раздел interrupt, это то, что мы, скажем так, прервали. И, в принципе, это очень удачно. И, допустим, я хочу найти какой-то файл конкретный. Я не знаю, где он на жестком диске. Мне нужно выбрать его и вручную перейти на этот файл. Ну, допустим, metroflex. Сейчас. Metro. А, да. Кстати, в корзине поиск не осуществляется, к сожалению. Есть такой нюанс. Если бы я его восстановил обратно, то все было бы нормально. И еще, что здорово, допустим, вот этот сайт, вот именно вот этот файл. Мы видим, что здесь статичная ссылочка. То есть я понимаю, что его может скачать любой человек. Здесь не динамическая страничка, не динамический URL. Я просто копирую. И я могу теперь кому-нибудь... Я сейчас зайду в блокнот и покажу. Я теперь могу кому-нибудь скинуть эту ссылочку и файл. И мой знакомый, друг, человек, которому это скинул, может напрямую скачать файл. То есть, ну, очень здорово, совершенно бесплатно. Да, на английском языке, но для меня это не проблема. И вы можете полностью контролировать. Поставить все на паузу. Запустить все. И давайте просто для аналогии я запущу Download Master. То есть раньше я пользовался им. Да, вот оно, отдельное приложение. Вот так вот оно выглядит. Ну, мы видим функционал один в один. То есть, ну, это все в браузере. И не приходится запускать стороннюю программу. Поехали дальше. Итак, следующее расширение. Это тоже скриншоты. Но эта программа, я ее описывать не буду. Это скриншоты от компании Google. То есть... Подождите. Это еще... Я уже... А, ну все правильно. Это еще те скриншоты, которые я показывал. Просто раньше у меня было расширение скриншоты от Google. Мне пришлось их убрать, потому что они дублировали функционал сохранить в Google диск. Но почему-то так сделал Google. И поэтому я решил оставить более продвинутое приложение.